Готовится и в оглашенных, и каждый день, когда выходим. С чем я пришел и с чем вытавить храма? Иначе это будет просто ненужное стояние. Если ничему не научился, ты зря здесь был. Если вчера ты спал, позавчера стоял, спал, год назад спал, встань спящий, воскресни из мертвых и освяти с тебя Христос. Идя в храм, человек приготовляет себя. Иначе лишняя суета, чтобы осталась. Но по милости Божией нам Бог позволил эти 7 минут перед началом полное, абсолютное молчание. Никакого движения. Я прошу в это время и свечей не зажигать. Это сильно отвлекает, говорит Иоанн Запауз. Когда зажигает свеча, опустите глаза и не смотрите за этим. Значит, эта беда была и тогда, когда разум человека раздвеялся. Святые друг к другу задавали вопрос, сколько времени можно полностью в молитве устремиться и никуда не отвлекаться. Речь шла о минутах. У отшельников, у которых ничего не было рядом, проходит 20 лет, а все еще запах вина Мария Египетская слышит, которая выпивала когда-то. И поэтому настроиться на нужную войну, это непросто. Никакого движения. У православных все обдумано, как стоять. Вот просто стоять руки, вот так вот сделать, или в храме, когда молишься, не положено. Они должны быть или опущены. Это сейчас понимают люди, что это значит. Вот опущенные руки, я посчитал, 475 изображений в Покровском соборе. Специально обошел и посчитал. И ни одной не нашел иконы, чтобы руки были опущены. Вот сейчас руки опущены. Это вновь канонизированная сестра царицы Елисавета Федоровна разрешает сложить крестообразно, как на причастие. То есть существуют определенные позы. Как стоять? Первые христиане стояли распростершие руки в стороны крестообразно. В этом положении ложились на землю, в приличном месте. У нас можно ложиться, выхлопанное все. Вот как молились. Приготовься, написано, когда идешь в рам, к слушанию Слова Господнего. И не будь, как искушающий. Ферахов говорит, приготовься к молитве. И дальше повторяет. Приготовься к слышанию Слова Господнего. Это мудрость Екатеринства. Итак, во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 10 стихом. Апостол Павел говорит. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие, обилие посеянного вами, и умножит плоды правды вашей». Он речь вел о милостыне. Что это за город Коринф, распутный, портовый город, я говорил, особое уникальное его положение, две пристани на разные моря. Это вообще чудо какое-то было. Страшное было распутство. Город был богат, лопался от богатства. И в то же время апостолу Павлу не присылали даже на содержание. Чем богаче получается, тем беднее, тем жаднее. А другие жертвы, или самое последнее, полагали к ногам апостолов. Я решил посмотреть, что означает умножение в ладок, когда мы сеем, каким образом это дает прирост. И не просто мое мнение, опыт, а что говорит об этом Дух Святой в Священном Писании. Я не просто необычный проповедник, а я никакой не проповедник, если по большому-то счету взять. Проповедник, он что-то выдумывает. Я ничего этого не делаю. Я просто как гид, как экскурсовод, пытаюсь пройти по местам Священного Писания и показать, вот как Дух Святой говорит. А уж вы делайте соответствующий вывод. Я к себе очень критически смотрю, и я делаю самое простое дело, но оно сложно тем, что слишком богатый материал. Вот отдельные слова встречаются три тысячи с лишним раз в Библии. Я сижу и все просматриваю молочу. Что называют цифры, это я все просматриваю. Из них выбираю, ну чтобы не три часа проповедь-то была, хоть как-то провести, потому что оказывается в общем есть люди, которые Библию еще не прочитали ни разу и не читают, потому что мы так уже уверены, что все знают, не знают. Вот лежат у нас книги на скале изданы, некоторые ни одной книги не имеют и ничего не прочитали еще. Ну а что, они что, старый груз, который идет, тем питаются, что-то где-то услышат немного. А если ты дома не поддерживаешь, это не сохранится. Это надо ревновать, умножать плоды. Ты услышал, умножь, а умножается талант через то, что это отдаешь другому. Почему они пошли на базар покупать или закрылся базар? Базар только в этой жизни. А как это базар? Люди, нуждающиеся, пошли, дай им что-то на обмен. Пророк, писая 5 глава, 10 стих, Господь за грехи не дает людям зерна и не будет никакого урожая. И если нет жажды и стремления к Слову Божию, это наказание Божие. Потому что душа наша, возрожденная Духом Святым, она сродственна Богу, она стремится к Нему, она ищет услышать от Него Слово. Нет зерна, и ты должен скорбеть и плакать об этом. Нет любви к Слову Божию. Кто не любит Слово Божие, тот не любит Христа. Господь говорит, любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Любовь выражается в соблюдении. Слово Божие. Да в школах много изучают. Слово Божие нет. Пустое. На институте много знают дисциплин. Слово Божие нет. Для утробы. Только временное. Исайя, 17 глава, 11 стих говорит так. Я заповедовал тебе, чтобы ты искал Слово Божие, чтобы в день собирания жатвы были груды верна. А день собирания жатвы, это и смертный час наш, и когда Господь придет с ангелами. И вот тогда люди удивятся. Те, которые считались бедными, вдруг окажутся богатыми. А богатые самыми нищими. Те, которые имели детей, окажутся бездетными. Не имевшие детей, окажутся с детьми. Я родил вас с благодействованием. Там будет другая шкала измерений. И на это надо настроиться. Вот эти 7 минут, вот все нужно помнить, включить в себя. Господь, дай мне духовное разумение. Не душевное. Душевное это плотское. Плотская мудрость, дипломы, опыт, искусство. А духовное это Бог дает, Духом Святым. И при том определить духовное от душевного очень легко. В молитве. Кто молится, он сразу поймет и сдрогнет. Скажет, а как ты вчера этого не понимал. Сеем много, говорим много, а плода никакого нет. Был такой пророк Езра. И написана им третья книга. Она не каноническая, но в ней очень много наставлений. Тайн. И вот относительно умножения плода, я нашел, что больше всего говорил он. Страдал, что у народа Божия нет плода. И Господь посылает рабов, а плода нет. И это выразится в трище. Четвертая глава, двадцать восьмой стих, третья книга. Езры. И вот было посеяно зло, и еще не пришло время искоренить его. Причина-то вот какая. Когда не пришло, сейчас пришло. Когда мы первый раз пришли на покаяние, на исповедь, мы должны просить Бога, чтобы выкорчевал все старое, весь опыт, какой был. Опыт в обмане, какую-то должность занимал, какие-то были блудные похождения, было воровство. Но во всем раскаяться, пришло время выкорчевать, чтобы на доброе, спаханное апостольским языком, политое слезами раскаяние, бросить евангельское семя, додаться на обильный плод. Выкорчевать надо все время. Вот то рабство, которое в нас сидит, покорность дьяволу, нужно заменить на рабство Христу. Четвертая глава, двадцать девятый стих. И говорит, доколе посеянное, не исторгнется, не придет местом, на котором будет сеяно добро. Проходят годы, роста духовного нет. И явно это всем, кто общается с этим человеком. Нет ревности. И причина в том, что старое не исторгнуто. Старое не исторгнуто, а новое масло куда нальешь? Ну, а на посуду одна и та же. Старое не вылил, ну а куда новое? Даже я лью, оно все через края идет и еще закопорено. Там можно погрузить даже запечатанную, завинченную бутылку в ведро селе, ему ничего не попадет. Старое надо оттуда выкорчевать. И не просто оправдывать тем себя, что да, это так, это было старое. Старое покаяние, в старом покаянии, это означает возненавидеть. Старый грех. А не просто, я прощен и все. Бог-то забыл, но ты-то не забывай. Ты помни, кто ты был. Проходят годы. Может, тысячи людей уже в Царстве Небесном от проходя Павла. А он еще пишет, а я не достойный называть себя апостолом. Я изверг, я гнал. Проходят годы. Петр не может простить сам себе тот день, когда он отрекся от Христа. У него, говорит, борозды были под глазами. Он плакал и плакал. А здесь так, а я обратился к Богу, мне все прощено. Правильные слова. Но только ты помни это. Господь говорит, грехи твои я брошу туда, что помни. А для чего? Чувство благодарности будет. Ты будешь давать совет другому. На все дается определенное правило. Если ты работал на какой-то работе, прилипало, не прикасайся туда. Если были блудные похождения, не встречайся с теми людьми. Не беседуй, не рвись им проповедовать. Беги, как от огня, даже близко не подходи. Даже по той улице не проходи, где живет прелюбодейка. Только тогда ты сможешь избежать. Бежи, как от змея, занимался волшебством. Сходил к эстрасенсам. Ни одной книги не бери, не слушай. В этом грехе раскаяния почти люди не приносят. Ну а что особенного? Я лечил людей, посеянные злой и неисторглась. Я встречался с одной душой такой, она уже бабушка была. И к ней по старой памяти приехали полечиться. Она лечила, считала молитвы, там узелки завязывала. И она в дверях, только человек заходит, она сразу криком кричит, падает на колени. Она не видит человека, она видит, зашел дьявол. Ей прямо открыто. Вот это дьявол ходит. И поэтому старые греховные связи, это сатана их подпитывает. И ты должен увидеть, что кто из старых твоих соработников, сожителей приходит, пришел дьявол с рогами. Он желает тебя прежним путем захватить, на арканы потащить. Вот тогда будет раскаяние, тогда будет место новому семени. И даст обилие посеянному вами. И 8 глава 41 стих. Не все посеянное укоренится. Писание предупреждает, не все. И мы должны найти причину. Дальше исследовать. Почему? Невнимательно слушал. Самооправдывался в грехе. Какая причина этому? Один только услышал, и уже поднимает руку повторить. Другому десять раз, говорит, кол на голове тиши. Писать не надо, там ничего не останется. Ну смысл-то понятен. А он все равно не понимает. Праведный Иов 38-34 говорит, что если человек просит дождя на полив, то требовать этого в сегодняшний день ты не можешь. Проходит время, когда Господь повелевает небесам кропить на то, что он посеяно. И с этим надо согласиться. Иногда приходится говорить десятки проповедей, и ни одна душа не дрогнет. Все погружено в сонное царство. И это зависит не от человека. Великий Ареопак. Это сегодня как в лужниках может быть только столько. В стокольниках собиралось людей. А всего две души только коснулось. И, при том, самое незначительное. Ну там Дионисий-то еще грамотный. А вторая Теоскерша. Теоскерша торговала материей. И Господь коснулся ее сердца. И все. И она вспыхла на это люди. И пошла за Господом. Пришло время исторгнуть терния. И дать обилие посеянному. Солмопевец Давид, 71-й псалм, 16-й стих, говорит, будет обилие хлеба на земле. Ну и что? Урожай. Вот еще бы в года три такой урожай, мы бы дела наши поправили. Говорит руководитель района. А на следующий урожай полный неурожай. Будет обилие хлеба на земле, это прообразно надо понимать и о духовном. Будет свободное печатание Библии, будут открывать храмы, может будет свободно на улицах проповедовать. И будет обилие хлеба. А польза-то какая? Научиться из хлеба вино варить это? Самогон гнать? Мы дальше-то должны сказать. Дальше-то куда это пойдет? Когда обилие хлеба гриб было, Библии на машинах завозили на стадионы, раздавали Библии, находили в самых ненужных местах. Мы-то и тоже сильно рискуем, давая в тюрьме. Каждый дает нам обещание, что не испортят. У нас только одно Евангелие было малолетками испорчено. А преступники тоже дают, когда слово пытаются держать. Тем более мы страхом берем. На суде Божьем можешь отвечать, если попортишь Евангелие. Премудрый Соломон 15.5 говорит, в обилии правда, правда, великая сила. Я смотрю по этим словам. Где найти обилие? В обилии правды. Чтобы обилие посеянного семени дало плод, должна быть правда. Жить по правде. Особенно чувствительны к неправде дети. У кого есть дети дома, даже в мыслях не допускайте где-то солгать. В дальнейшем дети вернут вам это все с лихвою. И скажут, да как ты-то лугал. Я же знаю, ты совсем не тот. Вот читаешь выступления про артистов, и они говорят, недавно-то это было. Он говорит, папа, ты же врешь непрерывно по телефону. Ты же совсем не так. А что я могу сделать? Он говорит, дома одно, по телефону звонит другое, особенно депутаты. В обилии правды. Тогда семя Божие даст росток. Пророк Иезекиил, 19 глава 29 стих говорит, земля лишена изобилия за неправду народа. Доколе не исторнице злое семя в народе, до тех пор не будет изобилия посеянного. Нам мешает сегодня то, что расслабили требования к народу. Священники насаждают обредоверие. Приди на исповедь, поставь свечку, причастись. Но больше-то народ ничего и не знает. Совершенно. И поэтому семя не дает ростка. Мы вот где встречаемся, легче слушай тех, которые совершенно ничего не знают. Которые ходят в храм, они уже заранее настроены против. Им ничего не надо, они полностью отравлены. Они как будто сидят в каком терновнике. Пророк Иеремия, 33, 6 говорит так. Я приложу ему целебные средства и увращую, и открою им обилие мира. Это о нашем народе. Если мы будем просить за наш народ и сами что-то делать, есть какая-то надежда, что восстановится мир, это примирение с Богом. Обилие мира не в войсках, на которые сегодня надеются, удачно подавили какой-то мятеж, выступление. Это ничего не даст. Умейте разбираться и говорить об этом. Обилие мира, примирение с Богом. Если бы я был советником у президента, я уже думал об этом, то что бы я ему сказал? Ну, в первую очередь обратись к Богу. У тебя нет сил, не можешь обратиться. Самое первое, уйди с этого поста. Весь народ должен начать молиться. Господи, дай нам подобного царю Давиду. Судей, не верующих всех, заменить. Прекратить все судебные тяжбы в стране. Пока судьи не будут заменены. Пусть они будут мусульмане, крепковерующие, ваххабиты, кто угодно, чтобы признавали суд Божий. Это нам их показывает, что они плохие. А они ревностные. Пусть это будут буддисты, православные, бактисты, но чтобы люди, ждущие суда Божие. Вот там можно будет ждать обилие правды. У всех в законе, в Коране, всюду записано, судья должен быть праведным. Их называется Кадий. И такие же самые рассказы идут о их неправедности, о взятошечестве. И об этом надо молиться. Что семя, которое мы сеем, не может прорасти, не может дать обильный плод, пока не будет выкорщена старая терния. Пророк из Икин 19.10 говорит так. Плод, то есть дает лоза тогда, она будет плодовитая. Когда будет много воды, и мать наша виноградная лоза. А обилие воды, это благодать Духа Святого. Здесь нам уже никак не обойтись без благодати освящающей. Обилие воды подается, чистой воды, только в храме, только в Церкви Божией. Только через священные руки священника. Иоанн Златоуц говорит, без священных рук священца нам не получить спасения. Обилие воды мы получаем из Слова Божия. Получаем от тайной молитвы. Не на показ. Итак, кто жаждет, иди ко мне и пей. Из шрева потекут реки воды живой. И сие сказал, о Духе Святом. Вот где этот плод. Что Господь говорит, я умножу плоды ваши. Я посмотрел, слово умножение в Библии встречается 155 раз. Мне снова пришлось проверить. Когда Бог обещает умножение плодов, когда мы полностью доверяемся Ему. Не человеку, не наставнику, который Библию в руках не держит. Примудрости Ра 6.5 говорит так. Сладостные уста сладкие умножают друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Не у человека, а у пророков, у апостолов, доброречивый язык. Сегодня много говорят люди, не знающие Писание, о неправильном переводе Библии на русский язык. Я вам ничего не могу доказать. Я не знаток языков, и поэтому слова мои не имеют весу. Я имею только опыт. И скажу, что русский перевод один из самых красивых, самых лучших в мире переводов. Я 43 года, почти ежечасно, повторяю слова Библии и читаю. Миллионы людей нашли утешение в Библии. И не миллионы, а сотни миллионов. Такой русский перевод хороший. Те, которые говорят, что перевод плохой, они не знают этих языков, они не специалисты, то есть они в этом вопросе не выше меня. Но они не знают Библию, как знаю и я. Она не стала их родной, близкой пищей и дыханием. Я духовным опытом подтверждаю. Не нашел в Библии, не зная оригинала, ничего, что мешало бы мне спастись. Я читал на нескольких языках Библию. Не в оригинале. На английском, немецком, латышком, славянском. То есть какие Библии у меня были, я их сравнивал и заучил, и цитировал на тех языках. Я не специалист, повторяю. Но русская Библия прекрасна. Любите ее, сживитесь с нею и будьте носителями живого Евангелия. Премудрый серах 35.1 говорит так. Кто соблюдает закон, тот умножает приношение. Приношением называется молитва. Здесь говорится умножить плоды. Я объясняю это слово. Кто умножает и соблюдает закон. Значит, когда мы соблюдаем все сказанное в Писании, тогда и молитва наша принимается Богом. Это за 700 почти лет до пришествия Христа было известно. Апостол Павел сказал пожелание, да умножит. А мы разбираем сейчас, каким образом это умножить. Это соблюдением. Заповеди Божьи. Это и хождение в храм. Это и проповедь, ревность, правильное воспитание детей, честная работа. И умножит Господь познание и плоды нашей жизни. И притча 9.9. Научи правдеового, и он приумножит знания. Нам нужно искать людей, которые приняли бы слово истины. Иному много говоришь, а он ничего не принимает. Написано, отойди от человека глупого, у которого не видишь смирения. А кому говорить и не говорить, проси у Бога знания, прости мудрости, и прежде чем пойти, склонись перед Богом. Пророк Исаия 26.15. Господи, Ты умножил народ, Ты прославил себя, распространил все пределы земли. За преумножение, за каждую душу, которую Господь находит, мы приносим славу Богу. Иногда спрашивает проповедующая, а сколько человек через тебя обратилось? А сколько человек через тебя пришло? Не знаю. И сеющий, поливающий ничто, все Бог возвращающий. А тот, кто придет, а какой он еще будет? Да дойдет ли до обещанной пристани до Сарства Небесного? Мы ничего не знаем. Сектанты ведут четкий подсчет, знают. А мы можем сказать, что из множества, может быть, и ни одного не будет. Потому что на проверку окажется 600 тысяч, а только двое вошли в обетованную землю. 600 тысяч. Это очень много. Это целый Барнаул. И только из Барнаула два человека спасутся. А это пример о том, что надо бы жить в полной покорности Богу. Пророк Иезекиил 36, 29 говорит так, умножу хлеб и не дам терпеть голода. Это обещание Божие. Что у нас есть, это умножится. Поэтому щедро раздавайте. Меня удивляет то, что у некоторых дома нет лишнего Евангелия. Я вообще отказываюсь это понимать. Ты чего, хочешь быть бесплодным? Или у тебя даже предведений нет в проекте, что кто-то от тебя родится, духовно обратится. Перепиши от руки, если денег нет. Если нет, ну заработай. Сегодня так это дешево. Ну лишний новый завет имею. Когда меня арестовали, ведь грузили не в одну машину. Зачем вам столько? Вот вопрос поставили все время. Никто бы вас не судил, если бы не было столько. А ведь только один комплект у меня, пленок полностью, это 200 пленок, 200, по 375 метров катушки. Это вообразите, сколько коробок. Ну знаете, старые магнитопоны, которые были. Это один комплект. А у меня эти комплекты исчислялись десятками. Иногда я запускал сразу на экземпляров. Речь шла, что машины навезли в одном доме. Зачем мне это нужно? Семя. И не то, что это хотел так, семя. Это внутреннее побуждение. Я не мог не остановиться ничего. Остановиться просто нельзя. Оно напирает, как будто с горы, какая вода. Ни одного слова, ни одного Евангелия, ни одного завета не имеют. Уходим в тюрьму и сделайте себе просто внутреннюю какую-то зарубку, что я бесплодный, я не сею. А может где-то есть Евангелие, вот брат ходит, к нему подойдите, а может деньгами можно помочь, чтобы новые заветы шли. Одна душа, преступник, встанет на правильный путь и будет так, что именно он тебе или твоему сыну, дочери встретится и ты останешься живой. Все оправдано. А если именно этот человек потянет на правую сторону, может будет ходатайом за тебя, скажет, через кого я обратился, воздай ему Господь. Я молюсь за людей, которые не православные. Это и не положено молиться, но я через них обратился, и я молюсь в то время. Может моя молитва для них будет главной, потому что я-то в церкви молился, а они-то были сектанты. Поэтому мы сеем для будущего. Пророк языки 36-37 говорит, умножу людей как стада. Это обещание небесплодности проповеди. Пророк Осия 4-7 «И еще больше умножу. Но только когда я вас умножаю, не умножайте грехов ваших». Предупреждение какое. Много детей нечестивых, не радуйся, если нет в них страха Божия. И Осия 12-1 говорит. Они каждый день умножают ложь. О ком это говорится? Нахожу, что больше всего это относится к церкви. У евреев было изречение, что если есть лицемерие и его 10 частей в мире, то 9 частей находятся в Иерусалиме. Я отношу это к церкви. Если 10 частей во всем мире лицемерие, лжи, то, наверное, 9 частей это церкви. Что сейчас делается? Какой идет обман? Люди не знают истинного пути. Они привязаны только к священнику, только к храму. Убери священника, разрушь храм, люди останутся как после революции. Пойдут во все тяжкое. Евангелист Матфей 13 глава 12 стих говорит так. Кто имеет, тому приумножится. Идеяние 6-7. Слово Божие росло и сесло у синяков весьма умножалось. Мы переходим конкретно к тому, что апостол Павел говорил. Чтобы умножалось, мы должны умножать Слово Божие. И 1 Петра 1-8. Благодать вам и мир да умножатся. Чтобы мир и благодать в нас умножались, мы должны быть воистину ревностными, любить Бога и Слово Божие не выпускать из рук. Да умножит Господь плоды Духа Святого в нас. Если у нас сегодня будет собрание, не будьте безучастными. Постарайтесь, чтобы не только Церковно-Приходской Совет дал отчет, но каждый, с какими плодами мы пришли к этому отчетному дню. Это какой-то у нас рубеж. Это своего рода какой-то суд. Я каждый год перед вами отчитываюсь. А ведь я старосты не получаю нигде за это ни копейки. Отчитываюсь, как начальник детского лагеря. Уже 33 года я его основатель. Я ни копейки нигде не получаю. И вы для себя положите, что ты, если даже не Церковно-Приходском Совете, ты находишься в воинстве Божьем. Вырази желание, скажи, с ближним хотя бы поделись. А у меня такой опыт. В прошлом году я не мог это сделать. Он еще открыто выступил на работе, открыто сказал. И вот такая-то реакция, такие-то воды. Да благословит нас Господь, чтобы мы явились перед Господом не с пустыми руками, а дарованные таланты умножили и приумножили. Аминь.